Ребят, которые под пулями стоят и высоко держат флаг, ты понимаешь, что это не мародеры и это не террористы. Все мы понимали, что что-то такое должно произойти, произойдет. Это уже много лет было, в общем, понятно. И потом через несколько дней его только нашли в морге, раздетым, сильно избитым, тело имеется в виду. То есть какие-то вот эти техники были отработаны. В Алма-Аты это приобрело самый большой масштаб просто по количеству погибших. Понятно, что не все они занимались заговорами, но тем не менее понятно, что наша безопасность не безопасностью нашего общества, нашей страны занималась. В результате люди смогли контролировать, сами подавлять какие-то провокации, останавливать. Они произошли именно из-за того, что заигрались спецслужбы. И это, конечно, страшная потеря. Вот это вот все как-то в один узел связалось у людей бессознательно, и оно в любой момент какую-то вот вспышку дает. Но казахи в основном таки молчали и терпели. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Сегодня мы разговариваем с Зирой Наурожбаевой, исследователем казахской мифологии, писателем, киносценаристом, переводчиком с казахского на русский, кандидатом философских наук. Вот Зира издала несколько книг, это «Вечное небо казахов», это «Четыре облака», детский цикл «Приключения Бату и его друзей» в соавторстве с Лилей Калаус. Зира, добрый день. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Ну, на самом деле разговор у нас такой серьезный, разговор о гуманитарной катастрофе, которая произошла в Алма-Аты, да, то есть, как вы считаете… Не только в Алма-Аты, в общем-то, и во многих других городах такие же события происходили. Ну, может быть, в Алма-Аты это приобрело самый большой масштаб просто по количеству погибших, вот, то есть, как вы считаете, почему это вообще стало возможным в Казахстане? Сейчас, думая обо всех этих вещах, ну, во-первых, чисто если событий найти, то, конечно, все это уже в малых таких масштабах происходило, да, в стране. Ну, то есть, Жанна-Узиньские события фактически повторились, то есть, это провокация мирно митингующих, провокация, и потом все это превращается в погромы и расстрел. И точно так же, если вспомнить курдайские события, да, я думаю, что если бы тогда с курдайскими событиями следствие дошло до конца, выявило бы действительно всех, кто стоял за этими событиями, возможно, бы алматинские события не приняли бы такого масштаба, возможно, и не случились вообще. То есть, это были какие-то такие вот предтечи или курдайские события, даже репетиции где-то мы, может быть, можем назвать. Потому что, ну, очень близкие технологии, но просто, конечно, масштаб совершенно другой, потому что Алматы – это мегаполис, и поскольку это мегаполис, и люди друг друга плохо знают, то, соответственно, возникает масса проблем, которых, ну, например, смогли избежать в небольших городах, как вот Ахтау или Ахтубе, где люди друг друга все прекрасно знают. То есть и полицейские, и сотрудники Акимата, и митингующие, они все друг друга знают, общаются вот в такой неформальной обстановке, и в результате люди смогли контролировать, сами подавлять какие-то провокации, останавливать, управлять этой толпой. И, ну, особенно Мангастау, где уже они прошли через этот горький опыт 2011 года, другие были подобные события. То есть там очень четко среди митингующих были группы, которые занимались именно вот этой безопасностью, чтобы не было провокаций. То есть то, чем в развитых странах занимается, в общем-то, полиция и спецслужбы, у нас этим занимались вот сами митингующие. А Алматы – это большой город, где, ну, конечно, люди с разных краев приехали друг друга. Ну, такого вот, как говорится, контакта близкого нету, поэтому все это и, ну, и, возможно, и не было такой организующего какого-то вот ядра, которое бы могло все это вот держать в руках, невозможно оказалось. Это очень такой вот горький опыт, конечно. Все мы понимали, что что-то такое должно произойти, произойдет. Это уже много лет было, в общем, ну, понятно, что постепенно что-то будет. Извините, когда вы говорите, что все мы понимали, что что-то такое должно произойти и произойдет. Ну, мне кажется, что далеко не все понимали, что что-то такое может произойти. Вот у вас почему были такие мысли, что что-то подобное может произойти? Вот откуда у вас такого рода были вот размышления? Потому что это социальное неравенство, провал социальной политики. И вот это люди, у человека ведь инстинкт справедливости. Сейчас, например, ученые доказывают, что инстинкт справедливости, он, оказывается, есть даже у животных. Вот на каком-то таком вот уровне. Ну, опыты проводили там с обезьянками, как говорится, вот рядом сидят обезьянки в клетке. Этим-этим что-то банан дали, условно говоря, а вот той обезьянке не дали банан. И это для нее такая травма, и она пытается справедливость восстановить. И это уже вот на животном уровне. А у человека, разумеется, справедливость, она, инстинкт этой справедливости на более таком высоком уровне, он развит. И в любом случае, ну, то есть мы просто через воспитание, через какие-то сказки, какие-то истории, вот этот инстинкт справедливости, он дальше развивается. Вчера, кажется, фейсбук Тулегин Байтукенов, это вот наш журналист, который уехал в Америку, прекрасный пост написал, осмысляя вот откуда-то издалека эти вещи, что, ну, он сейчас в Америке живет, что государство, одна из задач государства, это именно справедливость вот эту поддерживать, и в людях это чувство справедливости поддерживать и развивать. Что это дает людям вот это ощущение солидарности, социума, то есть это часть общественного договора. А у нас это постоянно наршалось уже, ну, десятилетиями справедливость. И последние годы, когда, казалось бы, уже кризис, действительно ситуация очень тяжелая, вместо того, чтобы опомниться и сказать, ну, власть имущие хотя бы в этой ситуации давайте будем осторожны. Но все вот, ну, не все, но те, кто воровал, они воровали еще больше, еще больше, еще больше всяких имиджевых проектов, которые абсолютно бессмысленны, но которые очень коррупционные по своей природе. А люди же это все видят, все понимают, это ощущение накапливалось, и дальше уже просто какой-то толчок произошел, и все это взорвалось. Ну, а спецслужбы, они работали по своим каким-то отработанным механизмам. То есть, ну, мы все знаем, что когда происходили митинги, появлялись титушки, титушки, не знаю, как правильно ударение. И, то есть, даже вот митинг буквально 100-200 человек, если удавалось собрать, обязательно же там появляются какие-то молодчики. И опять же, вот эти курдайские события, то есть какие-то вот эти техники были отработаны, и они включили. Они включили, но это вот как иногда про революцию Октябрьскую пишут уже, что охранка, тайная полиция Российской империи, она сама играла, создавая вот какие-то революционные кружки, то есть провоцировала и заигралась. И что вот многие из этих вещей, те, что произошли 100 лет назад, они произошли именно из-за того, что заигрались спецслужбы. И вот что-то, видимо, такое у нас имеет место. То есть у нас наши спецслужбы, вы думаете, повторили роль царской охранки в этих событиях, да? Ну, видите, я, поскольку человек, который не имеет никаких контактов, и более того, я даже не анализирую это. Вот мы сейчас только, как говорится, слушаем там, что Альнур Мусаев сказал, что там Нартай Дудбаев сказал. Но понятно, что где-то по вот этим лекалам всегда работали наши органы. К сожалению, ну, кто недавно смеялся, что все руководители КНБ были там арестованы, задержаны или убежали, все получили по итогам своей деятельности какие-то обвинения в измене, там, в заговорах и прочее. Понятно, что не все они занимались заговорами, но тем не менее понятно, что наша безопасность, не безопасностью нашего общества, нашей страны занималась, а какими-то своими играми. И эти игры всегда плохо заканчиваются. То есть инстинкт хотя бы самосохранения ни у чиновников, ни у силовиков не работает, видимо, уже отключился. Зира, вот ваш товарищ по охоте за петроглифами, археолог Ерлан Жагипаров. Ерлан, он не археолог, он вообще по своей специальности, Ерлан Жагипаров, которого убили 6 января, он по специальности строитель. У него была своя маленькая строительная бригада. А археология – это его, ну, я не скажу, что это хобби, а это какое-то призвание, миссия. То есть он последние годы к этому подключился и ездил в эти экспедиции очень часто. Это волонтерская наша команда, которую возглавляет Ольга Гумирова. Ну, я, например, поскольку нахожусь в Астане, я в свои редкие приезды в Алмату участвую в поездках. А Ерлан, он, то есть, постоянно, плюс он не только ездил и искал, он как водитель экспедиции. То есть на его джипе зачастую эти экспедиции происходили. И, в общем, как сказала Ольга, это душа и мотор нашей команды. И это, конечно, страшная потеря. Семья у него осталась? У него, да, дочь, ну, дочь, слава богу, постарше уже. Я думала, что она вообще ребенок. Дочке уже 20 с чем-то, но все равно это большая потеря. И у него мама тяжело больная, онкология. Она как раз в Самале живет. То есть он приехал в Самал ухаживать за мамой. И буквально, видимо, из дома вышел по каким-то причинам. И вот его, ну, уже кто читал в соцсетях, наверное, слышали, что он успел 6-го, еще до наступления комендантского часа это имело место. И это было рядом с площадью, его мама живет. То есть он буквально написал кому-то из друзей, что его нацгвардия задержала. И потом, через несколько дней, его только нашли в морге, раздетым, сильно избитым. Ну, тело имеется в виду. С наручниками на руках и вот со смертельными огнестрельными ранами. Со сломанными руками. Насколько я помню, уже просто память эти подробности просто выталкивает, видимо. Вот, то есть задержанного человека еще пытались, издевались над ним. Если бы он, вот я не знаю, по характеру Ерлана, если бы он просто погиб под пулей, может быть, не было бы так больно. А когда еще и в наручниках вот с человеком все это сделали. Вот общество сейчас, вы писали, что общество сейчас переживает травму, и расследование необходимо не только для того, чтобы добиться справедливости и понять вообще все, что произошло, и расследовать каждый случай, но и для того, чтобы исцелить коллективное бессознательное. Вот, а что это такое? Почему нам нужно исцелять коллективное бессознательное? То есть вот о чем это, о чем речь? Дело в том, что у нас очень много травм, которые мы пережили за последние 100 лет или 200 лет, если брать в таких больших масштабах. Например, вот если брать мою семью, а я считаю, что моя семья более или менее благополучная, в плане, что у нас не было прямо политических репрессий, которые бы напрямую затронули нашу семью, и в голодомор умирали от болезней, скажем, мой дедушка и бабушка, но это были болезни, которые от слабости. Отец там два года остался сиротой, но выжили более или менее, но и даже у меня при этом, вот, например, помните, когда карантин начался, я, как многие в фейсбуке, там писали, мы шутили, обсуждали бекшен и еще какие-то вещи, а в какой-то момент, когда вот закрыли, вот объявили, что вот все карантин, и вот наш, например, квартал отцепили, и в магазинах началась, паника, и писали аналитики о том, что может быть продовольственный кризис, у меня паника началась, понимаете, даже у меня началась паника, вот я себя корила, вот я дура, я тут сидела в фейсбуке, зачем все это надо было, надо было бежать, закупать мешками муку, там еще что-то, еще что-то, вот завтра мои дети будут голодать, что тогда вот, это же будет моя вина. Ну, то есть вот эти вот программы, которые остались от голодомора, и которые наша, ну, например, моя бабушка, да, ну, старшая бабушка, бабушка по отцу не могла накормить своих детей, сама в конце концов умерла, ослабев от болезни, вот. И эти программы, они в какой-то мере актуализировались в нашей жизни, когда это было в конце 80-х, в начале 90-х, вот эти перестроченные годы, годы независимости первые, когда зарплату не платили, в магазинах ничего не купишь. И мы, прямо скажем, ну, сидели на очень, ну, не голодали в полном смысле этого слова, но питание было достаточно скудным и достаточно таким вот однообразным, и его нужно было добывать, эти программы актуализировать. И вот сейчас во время ковида с этой паникой опять поднялись. А что такое коллективное бессознательное? Я как-то наболюсь. Это Карл Густав Юнг, был такой психолог, ученик Зигмунда Фрейда, один из любимых учеников Зигмунда Фрейда, но который в какой-то момент выдвинул свою теорию, и они порвали Зигмундом, он его там, Зигмунд даже проклял что-то такое, своего ученика, короче говоря, они разорвали отношения. Дело в том, что Юнг, он сказал, что не все, то есть для Фрейда, например, в основном все же было построено на сексуальном инстинкте, и все деятельность подсознательного построено на этом. А Юнг говорил, нет, кроме индивидуального подсознательного, есть еще и бессознательное, более того, есть коллективное бессознательное. Какие-то вот вещи, которые, ну, скажем, эта семья, этот род, этот этнос пережил, они каким-то образом отражаются, ну, остаются в нашей, на уровне вот каких-то неосознаваемых вещей, остаются у ребенка. Накопление происходит. Да, и, в принципе, сейчас наука это подтверждает, потому что, например, биология доказала, что даже без экстресса, которые были получены, даже без изменения ДНК, без мутации ДНК, они передаются потомству. Ну, например, чтобы было понятно, например, крысу там синий свет включают в клетки и шарахают током, да, крысу. И потом она дает потомство, и через, там, пять поколений, когда включают такой же синий цвет, у потомков этой крысы реакция паническая наступает. Потому что где-то вот каким-то образом, не без мутации ДНК, информация эта передалась о том, что вот этот момент, это опасный момент. Там есть какие-то свои объяснения, но поскольку я не биолог, забываю, там что-то изменяются, какие-то кислотные балансы и прочее. Вот. И вот у нас эти вещи, они работают и они срабатывают. А дело в том, что мы же понимаем, что, например, не было возможности оплакать, осознать как-то жертвы голодомора, да, или жертвы гражданской войны, той резни, которая тогда происходила в стране. Например, когда мы, наши бабушки, и вообще все мы говорим, лишь бы не было войны, раньше меня эта фраза немножко удивляла, потому что я думала, голодомор – это несколько миллионов, да, погибших или пострадавших. А в войну все равно в разы меньше человек погибло, чем, ну, имеются в виду Великую Отечественную войну. Почему люди всегда только о войне говорят. Потом до меня дошло просто о таких вещах, как голодомор, ведь было запрещено говорить. Это никак не обсуждалось в обществе. А плакать было нельзя. По существу говорить, оплакивать можно было только тех, кто погиб на войне. И вот эти вот стресс, вот эта вот боль, она вся выразилась вот в войну. То есть человек может даже не знать о голодоморе, но вот все эти цепочка событий, которая происходила вот там с 16-го года по 45-й, 46-й, 47-й годы, ну, потому что репрессии продолжались. Вот это вот все как-то в один узел связалось у людей бессознательным, и оно в любой момент какую-то вот вспышку дает. И мы не можем реагировать. И иногда, знаете, когда в социальных сетях кто-то может написать, человек с таким немножко, может быть, технократическим мышлением или нигилист, зачем говорить об истории, зачем говорить о том, что уже давным-давно прошло, нужно смотреть вперед, нужно там физику, математику, технику осваивать, осваивать, двигаться вперед. Да, двигаться вперед надо, физику, математику осваивать, инженерии надо осваивать. Но человек – это ведь не робот, у него не только есть сознание, человек – это не только то, что он думает, но и то, что у него вот есть в подсознательном, где-то в душе. И на Западе уже довольно давно существует такая наука – психосоциогенетика. Она как раз занимается вот этими родовыми травмами. В России супруги Докучаевы эту теорию как бы переоткрыли и назвали родологией. И в Казахстане сейчас тоже родология очень активно развивается. Это вот о тех травмах и о тех программах, которые мы получаем от предков, и как их можно распаковать, избавиться от негативных программ, улучшить позитивные программы. И знаете, например, у меня дочь студентка, была, ну, она вот летом закончила вуз, и она жила в общежитии Назарбаевского университета. Они там, конечно, до утра всегда занимаются, учатся, ну, очень серьезные ребята работают. И дочка у нее есть такая вещь, когда она думает, она становится очень голодной. Ну, это обоснованно, потому что мозги очень много энергии сжигают. Вот. И, казалось бы, в комнате, в общежитии есть какие-то вот припасы небольшие, ну, там печенюшки, шоколад, еще какие-то вещи, да, чай, там, сухофрукты, ну, что-то такое еще. Ну, она говорит, знаешь, мама, вот ночью, когда, ну, там, до закрытия столовой поешь, а потом сидишь ночью работаешь, и где-то в два-три часа ночи такой голод накатывает. А горячей еды нету, а этими печенюшками я не наедаюсь. И в этот момент просто хочется лечь, и это, и все. Такое ощущение, как будто жизнь на этом закончилась, больше ничего хорошего в жизни не будет. Проще лечь и умереть. И мы сначала переживали, отправили ее проверять сахар, с сахаром все нормально. И потом, когда мы разговаривали об этом с руководителем вот Лиги профессиональных родологов Казахстана Алиэса Гимбаева, она говорит, Зира, понимаете, у многих ровесников вашей дочери голодомор – это уже прадедушки, прабабушки и более дальние предки. А у вас из-за того, что и у вас, и у мужа поздние браки, поздние дети, получается так, что для нее это близко. Это ее бабушки и дедушки голодали, почти умирали с голода. И поэтому у вашей дочки эти программы сразу актуализируются. При вот каком-то малейшей ситуации, когда она не видит рядом достатки еду, у нее это актуализируется. И сейчас у нас вот эти травмы, когда от государства, от государства, от силовых структур, которые по идее, ну, по крайней мере, уже в 20-21 веке должны защищать граждан, создавать для них какие-то, ну, безопасность. Вместо этого это идут репрессии. И, разумеется, все эти травмы опять поднимаются. И это очень опасно, потому что когда все вот эти вот энергии, травм, стресса, страха, ненависти, гнева, они поднялись, и они, если не будут канализированы каким-то, ну, им не дадут возможность выйти каким-то хорошим, нормальным путем, они выйдут, они могут, ну, то есть, не дай бог, но эта кровь может быть не последней и не самой сильной. Карл Густав Юнг, он работал в Швейцарии, но у него было много пациентов немцев, пациентов из Германии, и вот он с их бессознательным, когда работал, он в 30-е годы предупреждал, в душах немцев просыпается архетип Воттона. Воттон, ну, это то, что современные люди в основном, наверное, знают по фильмам о германско-скандинавской мифологии, это Один, да, бог-отец, бог-отец, ну, он так воспринимается, а вообще Один – это покровитель воинов, шаманов, путешественников, вот такой вот грозный бог. и в тот момент немцы – это такой побежденный народ, давно уже народ, такой вот промышленный народ, бюрократический народ, бюргеры, казалось бы, народ, потерпевший поражение, и уже, казалось бы, от этого поражения народ этот не отправится, но Юнг предупреждал, что-то происходит с немцами, в их коллективном, бессознательном, просыпается Один, надо с этим что-то делать. Но, к сожалению, вот не прислушались, так сказать, сильный мир осего, и случилась Вторая мировая война. Вот точно так же сейчас мы видим, что очень долго ведь происходила такая вещь, то есть мы, как культурологи, могли писать сколько угодно о том, что казахи – это народ войн, по сути. То есть в советское время же все время как-то из-под тяжка внушалось, что казахи – это народ такой вот овечьего нрава, что казахи – это такой тихий народ, который травинку изо рта у барана не возьмет, не отберет у барана эту травинку и так далее, и так далее. Но понятно, что в какой-то мере мы были такими, потому что все эти страшные травмы 20 века, но на протяжении своей истории казахи были народом-войном. И вот мы об этом писали, но по сути как бы казахи терпели, терпели. Я помню, ко мне лет 15 назад обратился один достаточно состоятельный человек, который хотел заниматься политикой в Казахстане, и он мне предложил бы, могли бы написать такую идеологию для партии, которую я хочу создать, чтобы казахи вышли на баррикады как Кыргызе. Я, конечно, ему отказала, потому что его собственная семья в Швейцарии живет. Я сказала, если ваши дети приедут и пойдут первыми на баррикады, то я подумаю. Вот. Ну, он сейчас уехал уже из страны и понял, что в политику мы играть в Казахстане слишком сложно, поэтому я не называю. Но таких людей было много, кто хотел сыграть, манипулировать, направить на родные дни. Но казахи в основном таки молчали и терпели, если не говорить о каких-то отдельных вспышках. Вот. Но сейчас я думаю, что все, кто имеют глаза, увидели, что это архетип, воинский архетип проснулся в казахах. И с этим власть теперь должна считаться и обращаться с уважением с народом. Не так, как привыкли за эти 30 лет, как просто, я не знаю, с каким-то молчаливым толпа, которая ни на что не способна, по сути. Зира, вот в Фейсбуке поднял вопрос Айдар Ергали о том, что есть украинское понятие «небесная сотня» и о том, как называть ребят, погибших под знаменем вот в эти события. И вы назвали слово. Вот можете это озвучить и сказать, почему вы это назвали и насколько это важно, скажем, сейчас определять через казахскую историю и казахскую мифологию определять происходящее сегодня. Знаете, вот самая трогательная песня, которая есть, патриотичная у казахов на нынешний момент, но если не считать гимна, который был написан еще в 60-е, это то есть развивающийся голубой флаг придает мне сил и если встанет вопрос моя жизнь или флаг, я выперу флаг. И эту песню написали оралманы, ну сейчас камбасами называют, то есть казахи, которые приехали из Китая. И для них для них же тоже это получение независимости Казахстана, где-то было даже может быть более важным и волнующим событием, чем для нас, потому что мы были готовы, мы видели, что советский союз разваливается, Казахстан последним объявил независимость, все к этому ушло, а для них это было вот как солнце, которое вдруг вышло из-за туч, и этот патриотический запал был очень большой, один из авторов этой песни очень рано умер, и эту песню исполняют и в детском саду дети, и в школе дети, и вот как ни странно, то есть пытаясь сформировать патриотизм к государству, по существу формировала нашу власть патриотизм к стране в основном, ну то есть все-таки трудно было разделить эти вещи, и когда вот эти вот фотографии пошли, ребят, которые под пулями в этом вот чаду, дыму шли на пули с этим флагом, это, конечно, было очень волнующе, и сразу эта песня вспоминается, и тогда, когда увидела эти фотографии, у меня тоже эта мысль появилась, что как-то нужно это назвать, потому что ну для ученых это, во-первых, всегда, ну ученый это тот человек, который видит какое-то явление, анализирует его и дает ему определение и название, то есть здесь с одной стороны, а с другой стороны, как культуролог, как писатель, я понимаю значение символов, значение каких-то слов не для науки, а вот для людей вообще, и вот это, конечно, красивое название «Небесные сотни», оно всегда волновало, вот, тем более у меня, например, сестра, она как физика, она была в Киеве в командировке, очень много общалась с людьми там, и эта тема ее волнует, она рассказывала, то есть она общалась с людьми, которые на Майдан выходили, женщины, в общем, ученые, мирные абсолютно тоже, физики, и, конечно, мы это обсуждали и восхищались украинцами, и здесь вот, когда пытаются со всех сторон, ну то есть официальная идеология пытается сказать, что это были террористы какие-то, засланные из других стран, что это были мародеры, а ты видишь на этих фотографиях, на этих видео ребят, которые под пулями стоят и высоко держат флаг, ты понимаешь, что это не мародеры, и это не террористы, потому что, ну, не мародерам, не террористам это абсолютно не надо пробуждать патриотизм казахстанства. и я сама думала об этом, как это можно назвать, то есть есть такие, ну, у казахов, поскольку, ну, вообще вот это знамя, это одна из таких вещей, которые для тюркской культуры именно характерны, и если, например, на петроглифах, на скальных рисунках мы видим всадника со знаменем, то это уже сто процентов это тюркский петроглиф, петроглиф тюркского периода, есть очень такая вот богатая понятейная система, связанная со знаменем, и я думала вот эти слова тубегэ, байрахдар, еще, еще много слов, как можно назвать, или вот в целом этих людей, которые стояли на площади под пулями, ну, вот эти вот джау жирек, мэн балла там, но это уже стало связано с фильмом Аханна Сатаева, как-то по-другому назвать, и когда разные были мысли, и когда Айдар задал этот вопрос уже, у меня вдруг просто, ну, сверкнуло, что есть такое слово алгадай, то есть алгадай, это получается, там две трактовки есть этого слова, во-первых, алгадай могли назвать опытного батыра, который, самого сильного батыра войски, которые перед сражением, когда два войска стоят друг перед другом, выходят же на единоборство, два воина, и они сражаются, и вот кто из них победит, это как бы дает дух его войску, это, ну, как при знаменовании воспринимается, а еще алгадай иногда употребляют в смысле, что это вот молодые ребята, молодые воины, которые идут первыми в бой, жертвуют собой, ну, то есть, это вот что-то вроде камикадзе, что ли, тех, кто идут на гибель, но чтобы увлечь за собой остальных, и серебол кундыбай, это вот мой друг, которого я переводила, наш великий ученый, он реконструировал, что алгадай изначально связаны с огнем, потому что аллау, аллах, вот этот корень, это огонь, красный, ярко-красный цвет, а вообще знамя, вообще исторически, у чуркских народов, оно чаще всего было алым, красным, то есть, это цвет крови, цвет огня, вот, и второй тут корень дай, он говорит, там разные есть объяснения, одно из объяснений это тай, тай это стригунок, жеребенок, то есть, это молодые ребята, которые связаны с огнем, с солнцем, с кровью, вот что-то такое, и, конечно, это, и он дальше анализирует и говорит, что это слово, оно мифологически может быть связано с такими образами, вот, в индоевропейской мифологии есть, ну, ашвины, да, такое понятие в индийской мифологии, и в греческой мифологии диаскуры, то есть, это два брата-близнеца, один утренняя заря, другой вечерняя заря, и они на лошадях, как всадники, и, ну, вот, если диаскуры, то один из них смертный, а другой бессмертный, но тот, который бессмертный, они совершают подвиги, и тот, который бессмертный, ради того, чтобы не хочет остаться без брата своего и соглашается на то, что они оба будут полгода жить под землей в царстве мертвых, а полгода на небе находиться, как звезды, вот звезды-близнецы, это в честь этих диаскуров названий, вот, и Серегол реконструирует, что казахская алгадай изначально, оно вот тоже было, видимо, связано с таким вот образом, но, конечно, в исторический период это прежде всего войны, которые идут первыми в бой, которые жертвуют собой, чтобы дать дух другим войнам, и вот это слово вдруг вспомнилось, тем более, но алга, алга, они кричали, и хотя корень здесь другой, не алга, не вперед, а алаг, пламя, но, тем не менее, вот оно перекликается каким-то образом, и вот я предложила это слово, ну, посмотрим, это уже дальше, как приживется, не приживется, это народу откликнется, не откликнется, это уже другое дело. Вы писали еще о том, что для кочевника непонятно само значение слова «верховная власть». Степняк знает только равнозначные презумпции, то есть он признает только паритет. Вот само понятие хана в степи, да, то есть, и то, что потом, скажем, ну, пытались просто положить на наших правителей как кальку, да, то есть вот, что они теперь наши ханы. Вот насколько сейчас, скажем, нужно дистанцироваться от власти, и насколько отказ вот от возвеличивания власти, он вообще характерен для казахской культуры? В своих исследованиях мы еще в 90-е, вообще эти слова, которые вы процитировали, они моему мужу принадлежат, Таласбеку Асимкулову, в начале нулевых, он в фонде Фридриха Эберта выиграл грант на написание книги о истории казахов в 20-м веке, но потом просто вот эти вот бюрократические проволочки, а он был человек очень такой творческий, писатель, музыкант, исследователь, и вот эти вот бюрократические всякие нюансы он не мог, просто это его так возмутило необходимость собирать все чеки, какие-то квитанции, автобусные билеты, ну то есть ему в фонде объяснили, что он должен будет вот так вот отчитываться по финансам, и он просто ушел, и осталась только вот эта вот статья большая, «Голод и война», она на нашем сайте от Укенкаизет есть, Таласбек Асинкулов, вот, «Голод и война», он ее на двух языках написал, это была такая заявка на этот грант, и эта фраза оттуда, и там контекст такой, что он объясняет, что Великая Китайская Стена была построена не для того, чтобы защитить внутренний Китай от кочевников, от наших предков, которые нападали на Китай, потому что многие фрагменты этой стены были построены гораздо позже для туристов, это сейчас уже не секрет, что это такой туристический аттракцион во многих своих местах, она имела большие разрывы, она была не такой большой, потом, чтобы на вот эти три или там сколько тысяч километров выставить воинов, защищать эту стену, то есть, это, ну, физически было невозможно даже при огромном населении Китайских воинов было бы не прокормить просто-мапросто, то есть, для кочевников эта стена никогда не была преградой, вот, а преграда, она была для китайских крестьян, это делалось для того, чтобы китайские крестьяне не убегали в степь, в вольницу, а продолжали работать и платить налоги правительству, вот, ну, мы знаем даже в современной истории вот этот вот железный занавес во время холодной войны, его ведь цель была, чтобы советские граждане не убегали куда-то, или там вот берлинская стена, чтобы граждане социалистической ГДР не избегали в капиталистическую часть, или вот фаерволл современный китайский, когда мои кроссовки и прочие делают для Китая программу, которая не дает китайским гражданам выходить в мировую сеть, вот, и это уже вот в средние века появилось у китайцев, средний или древний, что-то я подзабыла, и вот в связи с этим он писал, что китайцев, власть китайскую пугала само вот это ощущение свободы, которое шло от кочевников, от степняков, что кочевники по идее вот не понимали, вот как это так, что есть абсолютный правитель жизни людей в его власти и так далее, и так далее. У казахов ведь как было? Во-первых, хан, он был избранный, его избирали, и хотя голосовать могли не все люди, голосовали сами чингизиды, могли голосовать, потом голосовали известные люди, заслуженные люди, то есть это была своего рода такая меритократия, права голоса была уже зарекомендовавшаяся Батыров, Биев и так далее. Но тем не менее, во время процесса выборов любой, в принципе, человек мог сказать то, что он знает негативного об этом кандидате на ханский трон. Это первое. Во-вторых, хан, он фактически был только главнокомандующим на случай вот войны. В мирное время особых каких-то у хана возможностей, полномочий не было. Ну, то есть, конечно, если он сам себя зарекомендовал как мудрый человек, ему могли обратиться за разрешением споры, еще какие-то такие вещи. Но если он стратегическим мышлением обладал, авторитетом, к нему прислушивались, ну, были ведь такие еще обычаи, когда если какой-то хан себе не очень хорошо вел, его могли оставить и просто от него откочевать. Рода и племена, которых этот хан не устраивает, от него откочевывали. И уже хан Талак, это хан Талал, это обычай, когда как бы уже если хан совсем свой авторитет разрушил полностью, то тогда его могли обчистить до нитки, забрать у него абсолютно все и откочевать, оставив его одного в степи. Понимаете, были вот такие вот обычаи. И тут можно рассуждать о том, что было ли это хорошо или плохо, потому что возможно и в каких-то критических ситуациях у хана не хватало полномочий, чтобы объединить все племена и рода. То есть где-то может быть наше развитие было заторможено из-за избытка демократии. И если это сравнить, это вот как в Польше в Речи Посполитой, когда каждый шляхтич, даже однодворец шляхтич мог всеми объявить свое вето, наложить, вот он один-единственный против какого-то решения сейма и все. А в других странах, во Франции, например, пришли к абсолютной монархии, король перестал быть первым среди равных, он стал абсолютным монархом. Германия запоздала, в 19 веке вот эти княжества Бисмарка объединяло, из-за этого Германия не получила колоний, вот этих земель, до нее расхватали все эти колонии, те европейские державы, которые раньше пришли к абсолютизму. Здесь можно обсуждать и спорить, было это плюсом для казахов или минусом, но, например, тот же Аблайхан, с него был такой аргын, его звали Ботахан, кажется, и он по какому-то поводу что-то там чем-то его задел Аблайхан, и он шип шапку с Аблайхана, с головы Аблайхана шапку. И это был не просто жест какой-то неуважение, да, это был настолько, понимаете, в традиционном обществе каждая вещь имеет свое символическое значение, и шапка на принципе такой вот символ. Если бы с любого нашего правителя за последние 30 лет кто-то бы сбил шапку, то есть, ну, это совершенно невозможно представить себе. Причем этот человек, он не был каким-то известным, авторитетным, ну, в общем-то, обычный казах, как говорится, и он шип шапку, а шапка, она ведь символическая огромное значение не имеет, то есть, вот, как нас бабушки учили, нельзя там шапкой играть, нельзя ее на пол кидать, она всегда должна находиться на высоком месте, да, в общем, одно из таких есть у казахов обычаев, которые сейчас забыли, Таласбек рассказывал его, например, если человек очень сильно чувствовал свою вину, и его никак не прощали за эту вину, он мог снять свою шапку, положить ее на землю и встать на нее, и попросить прощения, и тогда какое бы ужасное не совершил этот человек, какая бы страшно, не была обида на него, все, если такой жест, то это прощение ему просто были обязаны дать, ну, вот тот человек, перед которым он пришел и встал вот так, тот должен был обязан простить его, а тут шапку с хана сбивают, и там чуть ли не он камчу ее, что ли, шип с него, с Аблайхана шапку, и что делает Аблайхан, он не может напрямую ничего с этим сделать, но все-таки это уже 18 век, он знает, что в каких-то других странах монархии есть и так далее, и он подослал, и Аблайхану убили тайно, то есть вот втихую, как говорится, его убили, и все, аргыны поднялись сразу же, как это хан, ну, всем было понятно, откуда пришла эта смерть, и аргыны поднялись, и Аблайхана чуть не убили, и ему пришлось там бежать, вызывать найманов на подмогу, там было противостояние аргынов и найманов, Бугенбай и Кабанбай, ну, конечно, они не хотели, только закончились кровополитные джунгар, война с джунгарами, и тут такое сражение, и Кабанбай с Бугенбаем примирились, совершили обряд примирения между аргынами и найманами, но Аблайхану прямо приходилось, вот взяв, как говорится, свою жену, бежать, и он много дней аргыны его преследовали, вот, были такие эпизоды, и на этом фоне, конечно, то, как нам внушали, вот, и в советское время, что хан это какой-то абсолютный правитель, как царь там, и так далее, этого абсолютно не было, то есть это у нас в принципе нету этого, в крови вот так вот подчиняться, все было построено на взаимном уважении, и вот сейчас нужно нашим властям, если они хотят в стране мира, я надеюсь, что все-таки власть хочет в стране мира и развития, нужно учиться этим вещам заново, уважению к людям, простым людям, потому что каждый, вот, я там привожу это стихотворение Шалкиза, он говорит, наши рода равные, наши предки были равные, если ты стал правителем, то это просто воля тенгри, а так мы с тобой равны, и в бою мы равны, и поэтому надо учиться, и вот, например, вот это вот интервью, которое было дано Вере Захарчук, самое, ну, кроме всех этих улыбок, особенно в сторису этой Веры, в Инстаграме, все эти вот улыбки, вот это вот ноги там, мини и прочее, прочее, то, что людей, понимаете, у людей 40 дней, еще поминки не справили, даже 40-дневные, многие не знают, что с их родными, что с их друзьями, где они, да, не объявлено, кто погиб, и президент наш выразил соболезнование пока только погибшим силовикам, но остальные люди, хорошо, кто-то считается террористом, погиб, но сейчас уже понятно, хотя и даже в таких случаях казахские ханы все равно выражали соболезнование, это просто основа казахского этикета, я, например, сейчас не общаюсь с рядом людей, которые мне не выразили соболезнования по поводу смерти моего мужа, семь лет прошло, если они ко мне где-то подходят, вдруг где-то мы встретились, если они ко мне подходят и начинают говорить о каких-то вещах, ну, может быть, они забыли о том, что они не выразили соболезнования тогда, и я делаю вид, что я этих людей не вижу и не слышу, потому что для казахов это вообще просто вот, ну, это запредельно, это запредельно, можно убить, но соболезнования ты должен попросить, понимаете, принести соболезнования, вот, и вот эта вот ситуация, когда мы каждый день видим, вот, ну, тот же Ерлан, вот эта вот девочка четырехлетняя, это же такая страшная боль, сколько людей мирных, случайных, митингующих, сколько их погибло, я даже не буду говорить о том, что даже те, кто шли там на штурм, может быть, их семьям тоже надо приносить соболезнования, они тоже граждане Казахстана. Скажите, пожалуйста, Жактау, да, то есть традиция оплакивания, вот, она вернулась, то есть она, по сути дела, была в Советском Союзе вытеснена, да, то есть и в общем, ну, то есть это же... Да, она не только в Советском Союзе, этот процесс продолжается, потому что, во-первых, с одной стороны ислам, среди, ну, казахов усиливается ислам, и это уже не тот ислам, который где-то прошел процесс синтеза, ну, какого-то вот объединения с традициями предыдущими, это уже такой вот идет новый ислам, который все пытается построить так, как это сделано у арабов или как это говорится, ну, вот в хадисах, и получается так, что если ты оплакиваешь, если ты еще и в голос плачешь, а жухтау это вот прямо громко в голос женщины плачут и проговаривают какие-то слова о своей потере, то для ислама это как бы ты ропщишь, Аллах дал, Аллах взял, это воля Аллаха, и ты через жухтау ты ропщешь против, а с точки зрения тех, кто, ну, уже такой вот культуры, ну, скажем так, современной цивилизации, это неэстетично, но раньше же вообще женщины садились с распущенными волосами, распускали волосы, то есть без платка, без какого-то головного убора, они царапали себе лицо, причем жухтау пелось так громко, что это могла быть нагрузка на органы, это все перетягивалось поясом, чтобы, ну, то есть это такой вот ритуал, сейчас, конечно, прямо вот в такой форме не исполняется, ну, то есть для тех, кто уже современные западные ценности усвоил, это какое-то вот малоэстетичное зрелище, скажем так, да, они побаиваются этих вещей, но я знаю, что есть регионы, в которых это сохранилось, например, на Магустау люди исполняют жухтау, там до хрипоты женщины исполняют жухтау, еще есть, вот у Ралманов это сохранилось, и, знаете, оно вот как бы, ну, душа этого все равно просит, вот даже на уровне бессознательного это у нас есть, вот мы, когда плачем, да, просто плачем, оплакиваем свои потери, мы хотим плакать в голос, и это может быть рыдать, кричать, и это может быть как-то вот производить на людей неприятные впечатления, ты как человек воспитанный, ты стараешься этого не делать, но в душе это остается, а сейчас же психология говорит, что нужно выплескивать вот свои какие-то травмы, эмоции, нужно выводить, и вот жухтау, оно было такой вот социально приемлемой формой исполнять, выплескивать свое горе, и там какие-то были готовые мотивы, которые вот даже они у нас в душе есть эти мотивы, вот, какие-то были готовые мотивы, какие-то готовые формулы, потому что это же со словами все поется, описывается, какой человек был хороший, заслуженный, и так далее, а если оплакивающие обладают музыкальным талантом, поэтическим каким-то талантом, они еще это и создают свое собственное жухтау, и есть такие жухтау, которые прямо вошли в культуру нашу, ну, как образцы такие, как шедевры творчества, а это вот, если к Фридриху Ницше обратиться, у него вот это же есть работа о трагедии, вот о греческой трагедии, я не помню, как она называлась конкретно, трагедия трагедии, да, вот, и там он противоставляет же апполоническое начало, такое ясное сознание, формы законченные, завершенные, совершенные такие формы, искусство выкованное, рациональное и дионистическое начало, то есть это вот именно напорок того, что мы сейчас бы назвали подсознательно, бессознательно, все эти вот дионистические мистерии, когда выпившие женщины бегут там в бахканке, рвут одежду, набрасываются, разрывают людей там, ну, то есть это вахканалии такие, слово вошло в наш язык, и Ницше противопоставляет это другому, но в то же время всегда в искусстве были, и вот он говорит, трагедия, это возможность вот этого дионистической, греческой трагедии, вот этого дионистического начала, вот этот вот ужас смерти, обреченности, вот этой вот судьбы, которую невозможно преодолеть, выразить вот в сюжете, в красивых словах, то есть дать этому всему какую-то форму, на которую могут люди смотреть и воспринимать, и вот казахская жухтау, это тоже, это вот эта вот страшная боль от потери близкого человека, страшная боль от несправедливости жизни, от вот вообще страх смерти, вот это все выразить в какой-то такой форме, которая людям понятна, и люди относятся к этому с пониманием, ведь жухтау исполнялось до года, до года, ну то есть сначала с большей частотой, первые дни почти постоянно, потом реже, потом вот когда наплывает, это находит вот это состояние, или когда кто-то едет, новый человек, который еще не выразил соболезнования, чтобы он послушал, то есть это в какой-то мере это уже даже спектакль, то есть это вот с одной стороны уже вот это горе, которое обретает форму художественную, зачастую художественно ценную форму, для меня это всегда вот была немножко такая вот загадка, как человек вот в горе, он еще и может подумать и все это выразить, но с другой стороны, когда у тебя жизненный опыт набирается, ты понимаешь, что тебе это становится легче, это своего рода арт-терапия, что ли, что-то такое, и вот сейчас много говорят о том, как, ну обсуждается, как можно вот выразить так, чтобы все люди могли, потому что ну не может вся страна сесть и петь джохтау для 90% современных казахов, они не знают, не умеют, сейчас уже даже актеры, актрисы не умеют петь джохтау, да, для спектакля или для кино, когда это надо, вот, как выразить еще вот эти вот переживания по поводу наших исторических травм, которые сейчас актуализировались, это очень важная тема, ее обсуждаем, но пока вот, ну то есть, например, в мире есть такая вещь, свечу, да, люди ставят, приносят, зажигают свечи или цветы к месту, где произошли эти события, или ставят свечу хотя бы на подоконник свой, ну, вечером, но все-таки немножко в этом есть нечто такое, от христианства, а вот какой-то другой, вот, собственно, казахской пока, конечно, и в казахском есть вот это понятие, что пусть не угаснет светильник, пусть не угаснет очаг этой семьи, и поэтому тоже зажигать можно светильник, когда сорока дней зажигают в домах, где покойник был, вот, но думать об этом, пока еще, вот я, например, не придумывала что-то из людей, но это действительно, это очень важно, люди должны в какой-то форме это выразить в своем голове. Субтитры создавал DimaTorzok